Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебеденока. Сегодня мы начнем просмотр вот с этой пудреницы. Оказывается, это пудреница. Ее основание в идеальном состоянии. И мне одна из зрителей написала, что у них в семье была такая пудреница, и она просит меня продать. Посмотрите, во-первых, здесь оббито крыло. И я на Авито нашла такую пудреницу, и там тоже есть такие же дефекты этого крыла. Я бы не хотела продавать эту пудреницу, я уже как-то с ней сжилась. И я ее открываю, и здесь у меня кнопка для блютуза. Очень это удобно, когда вот вещи находятся на своих местах. Ну, можно поискать, конечно. Я думаю, что это реально купить. Но, конечно, вещь советская, и вот этот дефект... У меня дефект одного крыла. Я покупала в антикварной лавке вот эту вот шкатулку из яшмы. Она тоже советская. Запросили за нее 3000 рублей, и я выложила, даже не торговалась. Наверное, все-таки она так дорого не стоит, но вот так. И за то, что я так выложила эти 3000 рублей, продавец взял и подарил мне вот эту вот пудреницу. Моя мама Лебедева, и она сейчас носит эту фамилию Лебедева. Ну, и я Таня Лебедь, и поэтому эта пудреница останется у меня. Уже прошу прощения за такие моменты объяснила и пояснила. Вот такая есть у меня шкатулка. Тоже я покупала ее в комиссионном магазине. Приспособила ее под шпильки. Это очень удобно, когда вот на своем месте лежат шпильки. А что у меня вот в этой шкатулке? Нельзя же держать ее пустой. Я положила брошь. Брошь тоже с Урала. Брошь серебряная. И это серафинит. Я ее не ношу, эту брошь, потом найду небольшой шелковый платочек, положу на дно, и будет у меня вот такая вот красота. Давайте будем смотреть, что у меня в этой шкатулке. Это домики для украшений. Здесь у меня находятся янтарные серьги Женави. Подарок. Не так давно мне подарили эти серьги. И вот я нашла для них вот такой вот домик. А эту шкатулку мне прислали из Германии. Зрительница Оля. Посмотрите, сколько здесь серебра. Какая же это красотища. Кольцо Полянка. Браслет Вега. Это все Санкт-Петербург. А это Богемия. Здесь бусы. Тоже санкт-петербургские бусы. Так, ну а что же у нас в этой пластмассовой советской шкатулочке? Всякая ерунда. Но она тоже нужна, эта ерунда. Здесь и кремы, и я расчесочки сюда кладу, заколочки. Это очень удобно. И закрыто, и можно всегда найти. Я переместилась на дачу, пью кофе. И сейчас мы с вами посмотрим продолжение о фарфоровых чашках на даче. На даче, конечно, очень много работы. Я уже сельдерей высадила в грунт под бутылочки. Сегодня будем делать первый зелененький салатик из собственной зелени. Ну, а посуду я помыла. У нас же здесь печь. Мы ее затопили. Навела мыльную воду. Всю посуду положила в эту воду. И на печи очень все это быстро и прекрасно я отмыла после зимы посуду. К сожалению, вот один остался вот такой бокал, кружечка. Это довбыш. Это кружка моего свекра. Их было несколько. Но теперь вот остался один. Я очень-очень берегу, потому что я люблю вот эти вот сюжеты. Посмотрите, здесь журавль, или аист и вот такой пейзаж. А эта чашка большая. Она хоть и не наша, не семейная, но я ее тоже берегу. Я потянулась за ней в комиссионном. Думала, что это ЛФЗ. А это Владивосток. 7 рублей 50 копеек она стоила. Мастера ЛФЗ передавали свой опыт во Владивостоке. И вот такая замечательная чашка у меня для красоты. Кое-что я и раньше показывала. Ну, а вот эти чашки фарфоровые я не показывала. Эта чашка Владивосток тоже. У нас их несколько. Мы ими не пользовались. Они стояли в шкафчике, припылились. Но сегодня я их отмыла. Это 20 век, но самый-самый конец перед закрытием Владивостокского фарфорового завода. Их у нас 6 было, сейчас поменьше. Есть и блюдца. Это моего мужа двоюродная сестра дарила ему на день рождения. А вот эта чашка от сервиза. Часть сервиза у меня дома. Это конец 20 века. Полонная. Весь сервиз дарила мне мама. Там большой доливочный чайник с ананасом. Я показывала, он у меня дома находится. Посмотрите, какая прекрасная деколь с ягодами, с фруктами. И вот сегодня эти чашечки я помыла. Может быть, будем пользоваться. Но у нас есть свои любимые, которыми мы пользуемся. Я вам показывала. Например, я пью кофе из этой чашки. Она мне очень-очень нравится. Я покупала ее на юге, когда отдыхала на Черном море. То есть и у мужа есть свои любимые чашки. Ну и вы не поверите. Вот эта вот чашка, их у меня несколько. Я все привожу в порядок. Здесь мы не увидим, но я прочитала Испания. И я купила вот эти именно чайные пары больше 20 лет назад. Почему я это знаю точно? Мы еще тогда с моим мужем дружили. Еще не были семейной парой. И зашли как-то в магазин. И тогда вот стали появляться вот эти вот вещи. Они нам тогда очень-очень понравились. В противовес нашему фарфору казалось что-то такое необычное. Очень-очень приятное. Мне понравился вот этот голубой цвет. И мы очень долго ими пользовались. Потом я их увезла на дачу. Вот эти вот именно. А эти более поздние. Они уже наверное прямо чистые Китай. Мне так кажется. Но тоже довольно-таки качественные. И очень-очень приятные. Ну а на этих написано Испания. Я как сейчас помню, они стоили 450 тысяч рублей. Зарплата у меня была там миллион с чем-то. А вот это вот наборчик, вернее, чайные пары 450 тысяч рублей. Мы тогда купили, пришли домой и начали пить чай. А вот эта кружка, я не знаю, Китай она или нет. Здесь ничего нет. Но ей точно больше 20 лет. Это кто-то дарил моему отчему эту кружку. Она была одна. Вот такая кружечка. И я её забрала себе. Отчим был не против. И когда у меня родился ребёнок, я в ней остужала водичку. Она такая большая, у меня был термометр. Я промеряла температуру, потому что 60 градусов нужно было там для наведения смеси. И, в общем, вот в этой кружечке она, видите, с широким горлышком. Здесь уже есть кракелюр, но ей много-много лет. Мы не пользуемся этой кружкой. Кроме кракелюра никаких дефектов нет. Она совершенно без сколов. Деколь прекрасная на этой кружечке. Дорогие зрители, я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого доброго. Пока-пока. До встречи.